Девушки отдыхают... Они хотят дико бороться и адски бухать! Алло, у нас целая куча бухла! Возьми трубку, я тебе говорю! Мы ломимся к тебе! Вместе с девками! Накрывай стол! Давай! Поехали! Не тормози! Доставай стаканер! Опа! Алло, касса! Марина еще хочет проехать, а ходить в леву! Возьми трубку! Мама запрещала мне пить водку, Теперь я бухаю с клювом пацанами! Я полностью голая! Борется как дьявол, голову велен! Весок и невесок, и все душа поет! День моря, фак, вальдись! Я Марина, сдаю пись! С русской водкой на встречай! Водка, дьявол, водка! Рай! Рашинг водка! Рашинг водка! Рашинг водка! Рашинг водка! Водка, дьявол, водка! Давай, 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 больше мухуа! Опа! Мы едем к тебе! Толик, отдай, гиги! Всем дикий привет! Мы сегодня после длительного перерыва вновь в эфире. Это здесь Дирджин, Мирзанур и Веласкес. Мы сейчас будем немножко рассказывать и веселить вас своими непередаваемыми остротами и всяческими другими корами. Здесь дикая жара, мы все потные, в общем, разделись до гола практически сидим в трусах, в шортах и в носках. Здесь дикий запах, неприятный. Но, в принципе, все мы готовы для того, чтобы рассказать вам о том, что произошло с нами за последнее время. Произошло довольно много всяких замечательных событий. Где-то мы участвовали, где-то нет. Но, в принципе, довольно много новых у нас историй, которые сегодня мы обязательно расскажем. Да, блядь. Я вот, например, вот дико сгонял в Кронштадт и там вообще очень дико переугорел. Это просто неописуемо, сколько было угаров и сколько вообще произошло всего такого, короче, что просто пиздец. До сих пор нахожусь такой в частичном угаре, там болею, простудился, отморозил ноги, там чуть меня не избило 600 дальнобойщиков. Это вообще же на Северном полюсе где-то, да? Да-да-да, именно там. На бед мораль. Мы ехали туда, короче, на этих, блядь, на собаках, короче, на таких попряжки, блядь. Такие здоровенные собаки, блядь, обросшие волосней, короче, пиздец. Вот. Такой тотальный был переугар, короче, где просто, блядь, я, наверное, выпил 200 тысяч литров водки и, блядь, наверное, ну вообще, блядь, я спал в палатке с голыми ногами. Просто поглотил алкогольный запас России буквально. Да, там ночью там проходила какая-то дикая война, потому что всех будили и ночью поднимали и кричали, что это война. И, блядь, просто был тотальный ад, например. Вот. Васич, ты с собой расскажи, давай, еще что-нибудь. Да, ну некоторые мы здесь с Дик, короче, тоже там отдыхали, пили водку, всякую фигню. Но не ездили в Кронштадт, мы там болели дико за наших, там, кронштадцев, короче, кто там у нас был. Вот. Ну и так давно к нам приехал в рамках своего дачно-гаражного тура ансамбль под названием «Вной флаг смят». Там он выступал на дикой мажорной даче. Мы там тоже угорали вместе, там, увидел бомбу, там, бомба там тоже, там, отжег дико там. Все там, в общем, отличились. Было довольно круто. Сейчас мы все это об этом в подробностях, как правило, расскажем об этом. Вот. Ну, пока, короче, пока весь народ подходит к своим радиоприемникам, я думаю, что стоит муткануть, что стоит муткануть какую-нибудь оголтелую песню-то. Вот. И давайте, короче, послушаем песню, вы давайте подходите, там, не ебите вала, короче, у подоконников, перестаньте пить пиво, отвлекитесь хоть на секунду. Бухать можно сколько влезет, нас услышат только раз в неделю, поэтому давайте, короче... Да раз в две недели теперь уж, как правило. Ну, это да, это как получится. Так что давай, короче, слушайте и угорайте. Вот. Сейчас будет еще несколько-нескольких историй интересных, таких замечательных, веселых. Вот. Ну, давай слушаем, короче, Гоголь Борделла. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok И мы вместе с ними угораем Пожалуйста, пишите все в чат свои вопросы Если у вас они возникли за две недели Скорее всего, наверное, нет Но, в принципе, есть такая замечательная новость Что сегодня я слышал по радио о том, что Недавно в каком-то городе, неважно в каком, в принципе Проходил какое-то дикое лазерное шоу И, в общем, после него обратились Во всякие больницы Группа людей, которые посещали это шоу У них там пожгло нахер сетчатку Какой-то мощный лазер был Такие ужасы творятся у нас в стране А тем временем мы, в общем, начинаем свой рассказ Кому-то даже отстрелило пипиську в этот момент Куском лазера, короче, прилетел этот, блядь Нашественные планетяны Да, нашественные планетяны На самом деле, это всего лишь были лазерные указки Я не знаю, там, кому сетчатку могло повредить Но, блядь, ну, вот так вот пострадать Это просто, по-моему, тупо вообще, например Вот, короче, а я начну рассказ С того, что как мы выезжали Мы дико поехали с товарищем-то Киржаном Короче, хотели поехать с топом В общем-то, в Кронштадт Собрались и вышли на трассу где-то часа в два дня Это было, я не помню, какое это было число А, это было третье число В общем, мы вышли на трассу, короче И рассчитывали на то, что мы дико приедем, короче И все будет хорошо, и мы застопим машину, блядь И там, короче, начался дикий дождь И мы пошли под мост А там, короче, под мостом был целый-целый Такой, знаешь, шлюховской притон Где можно было дико снять шлюху, короче Вот Там ущипаем Али Гитлера с хвостом, блядь Да, вот, а там стояли такие туфтовые шлюхи, короче, очень некрасивые Вот, и, вот И каждая, каждая проезжающая машина, там, КамАЗ, не знаю, джип там Или еще какая-то там, блатные иномарки Их снимали А мы решили с токержаном, короче, пройти чуть-чуть дальше, да Чуть-чуть прошли, решили пройти чуть дальше И прошли, и, блядь, дождь кончился И в итоге мы заловили какую-то гнилую девятину Где играла там Света И за рулем был такой оголтелый тоталин Где-то предместе Зеленодольска Вот, и мы заловили эту девятину Мы проехали, наверное, километров пять Потом еще стопили часа, наверное, три, короче Ничего не поймали Потом-то токержан такой сказал мысль Давай пойдем, сядем на станцию, на станцию, короче, электричек В займище и доедем до Зеленого Дола Зеленый Дола, это, короче, тоже уже Татарстан А время уже было часов, наверное, семь вечера Но вообще, это, это вообще нереально, короче Уехать за такой вечер, короче Ну, во столько вечера уехать куда-то Вообще нереально И, по сути, мы с Зеленого Дола Мы доехали до Канаша Канаш, это уже, короче, чуваши И в Канаше мы ночью, короче До ночи ждали, короче, блять Поезд до Нижнего Новгорода Вот И пока мы ждали поезд до Нижнего Новгорода Там, короче, подошел мент И решил спросить у меня документы Я, короче, показываю ему паспорт свой Тут, говорит, нифига, говорит, это не ты У меня такая фотка там Я еще паспорт не менял уже Сколько месяцев прошло Я паспорт еще не поменял Фотка такая Николая Баскова какого-то, блять А не меня Вообще не мой паспорт Да, он, говорит, а я в шапке был У меня что-то уши обгорели опять И, короче, я был в шапке И, говорит, шапку снимешь Снимаешь шапку Он говорит, нифига себе А там какого-то они еще бомжа перед нами задержали Они в итоге, короче, отпустили этого бомжа Который говорил, что у него в лесу зарыто 500 евро Они его отпустили И, короче, он ушел И, блять, даже один мент успел убежать, короче, до автовокзала И позвать тетку И показать ей, какая у меня крутая, пиздец, прическа Они еще в Канаше, блять, в этих чувашских ебенях Еще никогда не видели таких, блять, причесок, походу Они, походу, задумали даже больше 500 евро себя срубить Да-да-да Да-да, рассчитывали на то, что срубит, срубит, блять, больше 500 евро, бля Вот, а, о, Пикила спрашивает, что такое рокерские карты, бля, Пикила Тебе стоит приехать сюда и увидеть, что такое рокерские карты, представляешь? Там, короче, мы купили их за 60 рублей в Castle Rock'е в Питере, бля Рокерские карты целой коротой, короче, таких карт Да-да В интернете написано было Да, там, короче, прикинь, изображено, короче, на них Это, блять, всякие, да-да, на тузах там изображены, этот, Шевчук, там, Бутусов, там, такие угары И самое главное, там, девятка Крисия, это Макс Леонидов, бля Это вообще просто надо видеть фотографию, там, такой, такой эстет-гей, короче, интеллигент какой-то, к делу, вообще Это просто увидеть нужно, бля, эту хуйню Ух, бля, да, я не могу, у меня кашлят Там, по-моему, в роли туза также есть еще, там, этот, из Королю Шта вокалист, как в Горшот Он король, там, они два короля, там, беззубый такой, этот, десная, вот у него там, десную видать Ну, в общем, отмороженные карты, кошмар, вообще Всяких хардкор-исполнителей там нет, они готовят следующая, следующая колода, там, пока еще не раздается Подожди, подожди, зато там восьмеркой пике есть бай, прикинь Байугар, ну, даже до восьмерки дотянул, отличный результат, по-моему Сейчас, секунду, короче, блядь, я чуть-чуть про пиздец, у меня пробил кашель, я, короче, сейчас поставим песню, потому что, блядь, меня на кашель рвет, пиздец, умираю просто Сейчас, давайте песню врубим, я откашляю, потому что я сейчас устроился на работу, это сейчас после песни расскажу про свою работу, чем я занимаюсь, короче, вот Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот, короче, ребята, были сейчас, вот я хочу поздравить там нескольких людей с днем рождения, короче, кинуть им свои любовные, короче, послания и всего такое. Допустим, Стас уже нас не слышит, потому что он далеко уже за бугром, вот, я его поздравляю. Если ты нас там слышишь как-нибудь в самолёте там или в поезде, короче, до Италии, вот, мы тебя дико поздравляем и любим. А ещё, короче, завтра день рождения, вот завтра, да, завтра 16 число, завтра день рождения у любимого моего негра, короче, цыганина из города Ижевска, Антостера, вообще-то, я тебя дико поздравляю, люблю, поцелую, целую в туза, бля, и даже, и даже, короче, тебе скоро привезут цветы, если, короче, я попаду к вам в ваш город, этого, бля, какого финобарбитау, бля, вот. Вот такая вот фигня, короче, вот, короче, такая фигня, Антош, я тебя поздравляю, и сейчас специально для тебя ещё раз одну песню поставлю, специально для тебя я ставлю танк вампира, бля, ты, потому что там просил и вообще просто умолял, да, я тебя поздравляю, целую, ты уже взрослый, и ты уже не нюхаешь краски, слушай коррозию металла, в общем-то. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИТО 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 Хотя я его даже не купил. Нет, Шакир. Шакир этого баба, бля. Нет, его зовут... Шакир, Шакир. Без буквы А на конце. У него внизу, в нижней челюсть, состоит из золотых зубов. Шакир О'Нил, короче. Шакир О'Нил с болгаркой. Режут батареи. У него пока, короче, в СНБ отчислили. Он здесь, короче, подрабатывает. Да, да. Ну, все еще впереди. Я у него заранее узнал, есть ли у него регистрация в городе Казань. Он сказал, есть, но у меня нет, говорит, разрешения на работу, в общем-то. Я думаю, даже можно провести какую-нибудь акцию. Да, да. Свободу Шакиру, там, дайте ему, короче, права, защиту прав его, короче, можно запустить акцию. Да, да, да. Вот. Еще хочу, короче, сказать, когда я был в Москве, я видел... Вот через каждые пять метров стоят кажуалы, короче, прикинь. Вот у нас в Казани и в Уфе, наверное, через каждые пять метров стоят милиционеры, а у них там стоят кажуалы с сумками Фред Перри с кожными, которые шьют в Воронеже. Там можно шить любую сумку, какую ты хочешь. Вот. И, короче, они стоят через каждые пять метров, и такая картина у них примерно обрисовывается, короче. Вчера в горах козу ебал, а сегодня кажуалы, в общем-то. Да. Что ты скажешь по этому поводу? Ну, скоро, я думаю, в Москве должны появиться кажуалы на конях, такая конная кажуальная милиция, в общем-то. У них кони даже будут, у них на лбу будут винки выбритые, Фред Перри, а на боку будет написано Лансдейл, такой, с этой, с опечаткой такой корявой, в общем-то. И подковы, и еще будут клюшки такие гольфийские у всех, короче, как Ральф Лорен такой, типа того, короче, и подковы модные. Какой-то Махмуд там нас все засирает, короче, говорит, что татарские гопники захватили радио. Да, братан, братан, мы сейчас на тебя нашлим теплоконтрольских пацанов, тебя же выцепят, ёпта. Что ты скажешь, ёпта, ты же с Чулнов, блядь. Нет, так сказать. С четкого пацановского города там лохи не живут, 29-й комплекс, братан. Так-то я не местный, но найдем-надем, если что, как бы к тебе, дружище, короче. Давай просто выйдем в реале, поговорим, если хочешь. Братан, братан, ты нам кинь это там в личку, там, либо телефон, либо чё, братан, мы с тобой стрелканемся где-нибудь в районе между Чулнов и Казани, где-нибудь... На том берном там рыбой тебя запинаем просто, даже пирожками. Да-да, где-нибудь на этом гринстопе, где пирожками торгуют гнилыми. Мы же тебя найдем, короче, мы же тебя уродим, ты потихай своих пацанов, у нас 6 черных джипов, которые с калашами подъедут и тебя просто уроют, братан, на этом 121-м километре, короче, ты понял, нет? Вот ещё раз, короче, услышу, бля, или увижу твои, короче, какие-то, это, блядь, надписи там у нас в чат, короче. Мы же тебя, сука, пиздец, блядь, мы тебя поймаем, блядь. Короче, давай, следующую песню, короче, мы врубаем. Для Махмуда 666? Да, для Махмуда 666 мы поставим, короче... А, не для, не, не, Махмуд 666 отдыхает, вот, в общем-то, вообще, ну, в виде того, что у группы Мистер Х сейчас проходит мировое турне, мы решили тоже, короче, поставить Мистер Х, ну, не отставайте, в общем-то, скоро... Моды, моды. Да, 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 я не буду говорить, где Мистер Х будет играть в ближайших числах, потому что мало ли кто нас слушает, вдруг нас слушает ФСБ там или какая-то ещё... Нет, вдруг ребята, которые хотят купить билеты на этот концерт. Да, 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 или вдруг Маспо нас слушает, которые институтские эти, захватчики в серых формах, вот, так что я не буду говорить, где будут в ближайших числах играть, так что давайте слушаем Мистер... Это написано в интернете, так, что такое? Да, замечательно... Да, 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 написано все в интернете, не скажу, на каком сайте, хе-хе-хе. Давай, короче, слушаем Мистер Х, а мы пока тут пьём жигулёвское холодное, прям... Который стоит 63 рубля, реально. Который стоит 63 рубля, а вы слушаете Мистер Х. Да, три на экспорт идёт. Да. У меня сегодня выходной, и все мои друзья со мной! Ой-ой-ой-ой-ой! Ничего, как ты царь и подраться, по районам будешь мясо, на кровавке нормаса, кое-как, давай добраться! Каждый день на работе я пашу как раб. Ой-ой-ой! Сыпать даже нож в роде, но я только рад. Ой-ой-ой-ой! Потому что знаю я, скоро праздник у меня, скоро будет выходной. Оторвёмся мы с тобой! Ой-ой-ой! В колокольчик жадный нервы, струны кипит адреналин. Ой-ой-ой-ой! Эмоции бьют через край, так мы выходим. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! И все мои друзья со мной! Ой-ой-ой-ой! Сейчас на певца и подраться, по районам будешь мясо, на кровавке нормаса, кое-как домой добраться! Ой-ой-ой-ой! А когда пора приходит, Слово драки, пиво, ой! Да сегодня выходной, Оторгаемся мы с тобой! У меня сегодня выходной, Ой-ой-ой-ой-ой! И все мои друзья со мной! Сейчас написать, Подраться в район! Будешь шляпся, Ногово мне нарваться! Твои коровы собраться, Написать, Подраться в район! Надо написать, Написать, Подраться в район! Написать, Написать, Подраться в район! По районам будешь шляпся, Ногово мне нарваться! До утра домой добраться! Субтитры сделал DimaTorzok У меня половина народа, кто сидит в чате, все ФСБшники, мне кажется Да-да-да А, кстати, это Я скажу вам еще, ну, за эти, короче, поездку Шесть дней, да, в сторону Кронштадта и обратно Мы увидели, короче, очень много двойников Когда мы ехали, мы когда уже ехали обратно Мы в замечательном городе Мегаполисе под названием Сергач, мы увидели, короче, двойника Сергея Крылова, помните, который пел Такой, дева, дева, девочка моя Помните, такой песни пел, мы увидели, короче, его двойника И мы решили, он на Волга не приехал До сих пор поет эту песню, блядь До сих пор в Сергаче поет эту песню, короче Вот Потом, короче, первое турне, блядь Короче, когда мы с Токержаном, короче, ехали в Собаке Нижний Новгород Арзамас Мы встретили там, короче, Ляписа Трубецкого Который спросил, пацаны, вы че, гоняете за футбол, что ли? Мы сказали, не, какой там, че, какой футбол, блядь Мы гоним за пинтбол, блядь Или за пинтбол на автоматах вот мы сгоняем Или за команду КВН уездный город, блядь Гоняй за КВН, блядь По-моему, за КВН гонять самое оптимальное, короче Там же была такая детская команда, они такие в шарфах полосатых такие вещи А еще такая вот, ну, был, короче, помню, короче, такая история была Короче, я в Собаке Арзамас, Нижний Новгород Арзамас Я, короче, спал, спал, ну, на боку Ну, не выспался, мы выехали в 6 утра И, в общем, я спал, я такой сплю И решил отрубиться, контроль не бегает, ничего Я решил лечь спать Я такой сплю и, короче, ну, периодически просыпаюсь Потому что мне сводит плечо там или ногу, короче Какие-то просто дачники-хуящники там просто бродят И начинают... да-да-да Укропом по морде, да Да-да-да, они такие наводят какой-то кипиш, без понтов вообще Ну, такой ужаснейший кипиш наводят, короче И, такие, говорят, ну, я такой думаю, что за фигня там происходит И слышу такие звуки, такие Пытыщ, пытыщ, как будто стреляют из ружья Вот, ну, не пойму, что происходит И, ну, такой, ну, просыпаюсь потом, короче, через несколько часов И Токержан рассказывает такую историю, то, что Через два... за два сидения, короче От... ну, от себя он видел, что, короче Какие-то железнодорожники играют... играли в карты И, оказывается, вот эти... пытыщ, пытыщ Это... короче... Это понус убили картами проигравшего, короче Не, это кидали на сидухи И один, при том, из них был похож на Савелия Краморова, короче Прикинь, вообще жесть Ну, просто садамия какая-то происходила Оставшись задом, в общем, Краморов Да А еще, прикиньте, ну, вот мы ехали за всю дорогу, короче Мы... мы решили, короче, такую вещь Ну, то, что, короче Не, мы не решили такую вещь Это я попозже скажу вот эту интересную штуку Я вам расскажу то, что мы узнали Что, оказывается, 9 мая 2009 года Года Выходит, короче Фильм «Утомленный солнцем 2» Представляете? И вот с нами ехала одна девчонка, короче Ну, она такая... не знаю, но она живет где-то в предместе Арзамаса, так это тоже там... Арзамас 16-то Арзамас 16 или Арзамас 145, в общем, я не знаю Она сказала такую историю То, что она снимала с массовки, короче И, ну, что-то играла там или медсестру, или кого, я не знаю Она что-то такое рассказывала Я просто сквозь сон уже не помню Вот она спалила всех буквально, да? Да Говорила то, что там этот... Михалкова там видела Там в больницу к ней приходил сценарист И, оказывается, случилась такая фигня То, что, короче, когда они снимали этот фильм на вторую серию Она бежала И бежали они по полю Ну, такая съемка была И, короче, по ошибке наступали на взрыв пакет Прикиньте, бля, взрыв пакет оказался не просто, ну, обычный взрывающийся А он выпускал огонь То есть огненный взрыв пакет И ей, короче, и ее другану полностью обожгло лицо там Ну, и они, короче, попали в больницу А по ней вообще ни капли не заметно, что ей обожгло лицо Вот, и ей, короче, должны сейчас Эта вся съемочная кампания там должна, что ли, 150, что ли, тысяч В общем, а по ней незаметно уже все, видать, прошло Это снималось где-то год назад И все это снималось под Нижним Новгородом, оказывается Вот такие вот новости Из серии кино Новости культуры вообще Да, новости культуры даже, вот так могу сказать Вот Как интересно не обожгло лицо, а пах не обожгло мне Странно Да, да, ну, вообще Так, короче Кель Деревенский спрашивает Хуя, она Михалкова видала Вы у нее автограф взяли Не, мы не взяли у нее автограф Она еще сказала то, что Бля, вот сейчас, ну, честно, серьезно так скажу То, что, блядь, вообще, пиздец Мы такие, ну, до хуя серьезных еще тем было Вообще, пока мы ехали Она рассказывала, блядь Ну, меня что-то стрёмно так стало, блядь Она говорила то, что, короче У нее родители полностью алкаши, короче И у нее Вообще, ну, да, прикинь Она живет с бабушкой там И у нее, ну, у нее у родителей Полностью решили родительских прав, блядь То есть Вот это, блядь, сука, пидорас Я вообще хуею, блядь, с этих алкашей, блядь Вот И полностью решили родительских прав И сейчас она, короче, живет, типа В каком-то военном городке И ходит там Ей нужно собрать там сколько-то Около сотни справок до какого-то определенного числа Чтобы получить квартиру Она живет с бабушкой там В деревянном доме каком-то гнилом Полный ахуй, короче По этому поводу Ну, вообще, дохуя такого Ну, серьезных тем тоже видали просто Я разговаривал там Ну, дохуя людей Вот это охуительно интересно, в общем-то Вот Выехал в глубинку Руси Там узнал о судьбах родины И стал переживать В общем-то нормально это Я видел, как он грустил вот недавно На дня Буквально в субботу он такой был грустный Буквально пять минут И потом опять пошел бухать И всех бить, в общем-то, на вечеринке Да, но Я Это вот Меня тут просят Не материться А просто Просто когда вот Ну, видишь такую фигню Просто Ну, нельзя не материться Просто Блядь Вообще Ад на Ад просто Видишь как Ад на Ад на ад, блядь Видишь, видишь Как это такое Фигню, короче Вот этот ад, блядь Когда едешь мимо Блядь Вот этих, блядь Заброшенных деревень Где одни живут алкаши, блядь Вот понимаешь Вообще Ну, не материться просто невозможно, блядь Вот, ну, с этим ебучим государством, блядь Правительством и прочей хуйней, блядь Честно, слушают много Да, да Все, ладно И молчу, ладно Ну, сейчас, короче Вот, ну Железнодорожнику Который, короче Играл в этом В этом, короче В поезде Арзам Нижний Новгород Арзам Картами Картами В домино играл Да, да, да Я поставлю, короче Его посвященную песню В общем-то Давайте, ребята, слушаем М-м-м-м-рок сейчас будет М-м-рок такой будет Такой немного связанный со слезами В общем, послушаем Крактически м-м-рок Надеюсь, вы развеселитесь И прободритесь немного Слушаем Давайте, короче Погнали Супер-песню Всех времен и народов Давай, слушаем, пацаны Зелёной весной Под старою сосной С любимой Ванюша Прощается Хочу грёв свинит И нежно говорит И плачь и плачь Маруся Красавица Маруся Молчит и слёз и льёт От грусти Болит душа льёт Кап-кап-кап Из ясных глаз Маруси Капают Слёзы на копьё Кап-кап-кап Из ясных глаз Маруси Капают Горькие Капают Кап-кап Капают Прямо на копьё Кап-кап-кап Служёною зимой Опять же под сосной С любимой Ванюша Встречается Хочу грёв Вновь Слених И нежно говорит Вернулся я к тебе Раскрасавица Маруся От счастья Слёзы льёт От грусти И душа её поёт Кап-кап-кап Из ясных глаз Маруси Капают Слёзы на копьё Кап-кап-кап Из ясных глаз Маруси Капают Сладкие Капают Кап-кап Капают Прямо на копьё Кап-кап-кап Маруся От счастья Слёзы льёт От грусти И душа её поёт Кап-кап-кап Из ясных глаз Маруси Капают Слёзы на копьё Кап-кап Из ясных глаз Маруси Капают Сладкие Капают Кап-кап Капают Прямо на копьё Только что прозвучал замечательный Паган-метал композиции В исполнении Тысячи Тысячи Котопидоров Которые фальцетом поют Очень тут по выражению В общем замечательная песня Мне кажется Кусок этого фильма Снимали нас в Казани Кстати Ну не у нас в Казани А в Казани В которой я сейчас живу И в которой живёт Диджей Мирзанур Тоже кстати приезжий На самом деле он скрывает Вот Насмотрелся Как кстати Диджей Мирзанур На глубинку России На терпелся в общем-то И теперь он пьёт горько Буквально Две недели не вылазит из дома Оброс там И пока Леопардовой шкурой Буквально таки Сверху дониза Даже в районе подмышек У меня тоже Леопардовая шкура Пятышками Витязь в леопардовой шкуре Да-да-да Все нормальные люди Которые посмотрят И подумают Что ну у меня Думают что Леопардовая шкура На самом деле На самом деле Это ну всякая грязь Которая намоталась На моей подмышке На волосах В волосах В волосах подмышек Там намоталась От футболок От дезодорантов В общем я не моюсь Короче уже наверное Недели 550 тысяч Недели уже не мою Короче свои подмышки От меня и стоит вонь Когда я еду в автобусе Происходит мёртвая зона В общем-то Нормально в автобусе В общем-то все такие же И все друг друга понимают Как бы что произошло Да-да-да-да Внучка Мерзанура Пишет хой Нифига У меня уже есть внучка Ура-ура Поздравьте меня Вот так вот бывало Не проконтролируешь Разок Все уже и внуки И правнуки И все такое дело Сын кстати тоже Мерзанур По сути зовут Я считаю Внучка Мерзанур Мерзанурыч Да-да-да Мерзанур Мерзанурыч Вообще козырная Да В общем-то так вот Бедные сотрудницы Паспортного стола Народ поспотели Вписывать эти имена Отчества Да Кстати вообще Ад полный Блядь Хочется еще Ну расскажи Какие-нибудь угаров Вообще Я сейчас вспоминаю Давай про Да я вспоминаю Да Я хочу рассказать Про мой флаг смят Замечательный концерт У нас прошел на даче Где-то на берегу Волги Это ну примерно Все было похоже Ну Как сказали Сами участники Было похоже на Минск Ну хер на что там Происходило Но говорил Что как Кто был в Минске Наверное поймет Нас сейчас Как мы расскажем Да-да В Минске там В Минске ездили Какой Минск Вон под Казань Подъедь там Наомики 40 минут Проплыви по Волге По Волге Короче Проплыви 40 минут И узнаешь Какой Минске Какой Минске Анархических акций Анархических акций Да-да Прошло около полторы тысячи Анархических акций Которые назывались Наблюй на матрас Вот Знак протеста От буржуйской дачи В общем-то Они отхуели от его вида И провели такую акцию Анархисты Казани В общем-то Они Несколько человек Самых идеологов Самых опасных людей Вообще просто Непредставляемых Да Они даже вывесили Флаг Из окна На удочку Этот Красночерный флаг Такой Но ничего не клюнуло Да Не то что ничего не клюнуло Вообще ничего не было В общем-то Вот На следующий день Один из их представителей Анарходвижения Делал этот флаг на голову И в общем-то Тем самым Продемонстрировал Свои отношения к этому А Мой флаг смят В общем-то Изобразил на своей голове Вот И Такое Ну Он короче Провел акцию Один там Один из них Он провел Адскую акцию Он наблевал на матрас И в общем-то За то что он Дико За что он Очень дико Поплатился На следующее утро Он как генерал Карбышев Добывал Блин Нет как это Боянослужащий Карбышев Да Заливал шлангом Там Морозной водой Сначала в лицо Потом в матрас Потом опять в лицо Там В это время соседи отзванивали Спасали этого молодого человека И Джей Мерзанур не сдавался Там Пытал этого Холодной водой Негодяя В общем-то И в общем-то По-моему Он понял свою ошибку И в общем-то Замерз И лег спать На этот же матрас По-моему Да-да-да Он не лег спать Он их вообще выгнал Короче Эти креми Подожди Я расскажу Все по порядку Не мешай В общем-то Да Вот я вывел Этого крутого перса Которого набривала На матрас на улице Ну и в общем Ну ладно Не буду рассказывать О том Как я ему стучал по щам Там был Сначала ладонь А потом кулаком Ну без разницы Все это Все это дико чередовалось И на следующее Он был похож на химико Но самое интересное было Это когда то Что этот Очень нехороший человек Мне сорвал Ну короче Билетик Билетик На Кронштадт Да-да Еще Я плюс Еще в минус Всех послал Они сейчас Мне три сотни Должен Мирзанур Просто думал Что после того Как он купил Один билет На Кронштадт Теперь он будет Каждый раз Проезжать на этот Фестиваль бесплатно Решил не сносить Его не снимая В общем Вот он сорвал За это получил Да И вот короче Такая вот Фигня случилась Но самое интересное Самое интересное Когда мы Ночью С нашим С нашим казацким Просто мегагероем По имени Павел Павел Смелов Я думаю Что кто не знает Павла Смелова Ну не знает весь мир В общем-то Я знаю Что Антостер его Очень хорошо знает Он очень с ним Дико знаком Вот Павел Смелов съел Четыре Доширакова В течении получаса Он просто фанат Дошираков Он живет на Дошираках Он как Дошираковый маньяк В общем Мы с Павлом Смеловым Устроили такую акцию Это война Мы будили всех ночью Переворачивали И вот Самых крутых Анархистов Которые спали На раскладушке Павел Павел Смелов Просто лишил их Смел просто Лишил Лишил их Раскладушки Например Вот И отдыхал на ней В течении там Всего Всей ночи И большей части Утра Потом Нет Самое интересное Что Тех Анархистов Которые отличились В течении дня Будучи В абсолютно Невменяем состоянии Диджей Мерзанур Выгнал под дождь Абсолютный Под такой проливной Страшный дождь Сказал Отправляйтесь домой Они реально Собрались Собрали вещи Пошли пешком Кто-то там Сказал Ребят Что такое Напускание Куда они денутся Теперь Как же они Переплывут Через широчайшую реку Их вернули И они такие Побитые Реально Легли Нашли раскладушку И легли спать Но и опять Смели Не очень удачный Вечер был для них Да И превратившись в ховика По утру Я думаю Что он не порадовался Вообще Этому Вот А дальше Ну такой А ремень Ремень Кому-то тоже Там порвал Этому Наверное Тоже Которому 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 Реально Мокрые Плавки Я не знаю Чего они были Мокрые То ли от пота То ли от того Что я купался Вот И они Короче Заходили И Такие Ну Такие Зашли Валежные Так они Вели Валежные Как Махмуд 666 Вот так же Примерно Они вели Себя Вот И Вот Ну Блять Ну Просто Сначала Был вопрос Так У вас Что Родители Буржуи Там Хозяин Вечер Вот И Один из Них Задал Просто Гениальный Вопрос Хозяину Дачи Ну Хозяин Дачи Наш Хороший Товарищ Который Всегда Ну С нами Тусит Лузг Семечки На районе И пьет Пиво Он просто Спизил Ключи От дорогой Дачи Да Да И Такой Один из Таких Самых Суровых Матерых Анархистов Который Ну Устраивает 650 Акций Где-то Ну В день Среднее Это 650 Только Среднее Он Подошел Подошел Такой Сказал Такой Ты что Из буржуйской Семьи Вообще Это Полный Полный Пик Был Утру Мы Это Вспоминали Как Вообще Полный 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 Этот Ну Просто Можно Был Концерт Следующий Называть Ты что Из буржуйской Семьи Если Из буржуйской Семьи То тебе Вообще Не попасть На этот Концерт Вот И Ответ Ответ Примерно Должен Звучать Так Короче Нет Я Не с буржуйской Семьи Я на шахе Езжу Нет Я не с буржуйской Семьи Я такой же Быдло Как и вы Да Ладно Давайте Мы заебались Пиздить Вы давайте Послушайте Музыку Я Короче Вообще Я зарекался Не ставить Краст Короче В своем эфире Но все таки Если я ставлю То я поставлю Самую крутую Песню Из самой крутой Краст Команды Внимание Сейчас будет Вообще Самая крутейшая Пиздатиши Краст Краст Песню Краст Команду Я думаю Ну давайте Короче Слушаем Все что вы знали О русском Красте Вы слышите Сейчас Если вы не слышали Да Это самая крутая Российская Краст Команда Где-то Вот Ну давайте Слушаем Ребята Давайте Я думаю Все примкнули Быстро К приемникам Своим Давай Давай Погнали Бетонная мешалка Бетонная мешалка Мешает бетон Бригада строителей Живет в самогон Проразка тропит В доску пьян Спать устроился в мешалке Электрик Степа отпустежал На бетонной Каравате Бригада строителей Живет в самогон В бетонной мешалке Беремовый раствор Тесто с местом хорошо Здесь уже перемешалось Этим вкусным пирогом Все бригада Объедалась Бетонная мешалка Алкоголизм Бетонная мешалка Каннибализм В общем-то эту песню Можно продолжать бесконечно Можно добавить анархизм Еще после последних выходных Как этой песни Про бетонную мешалку На самом деле У любой краскоманды Например Мой флаг смят Они играют Какой-то Припанкованный Какой-то крас Когда у них исчерпываются Все их минутные Продолжительностью минуты В среднем Песни Они начинают играть Реальные пацанские песни По типу Что они там играли Бой работ В офисе не играли Да И вообще Круто Напахло весной Метелем отбой Они реально проявляют себя В той сфере То они на самом деле есть То они и играют В общем Они играли по-моему Еще Пурген Вообще Пурген был Вообще от души Пурген, да Я помню Пурген играли Я в это время валялся На втором этаже И занимался Какими нехорошими делами В общем-то Перекрашивал Свою шевелюру Это точно Да Вот Еще Что еще могу Рассказать вам Расскажи про этих ребят Про мошел Значит они как раздомой Наконец поехали Да Мой флаг смят Это вообще просто Замечательно Они реально вместе С туре Такие немытые ребята Мы их увидели Уже реально черные Такие грязные Немытые Как Равшан и Джамшут В общем-то Отыграли вообще Заработали себе денег На ближайшие 10 лет По-моему Жизни безбедной В своем городе На ближайшие 200 килограммов Хозяйственного мыла От них до Шираков Увезли по-моему Под рюкзаком Это да Это да Вообще безусловно Ребята Если вы нас слышите Дичайший вам привет Спасибо что приехали к нам Да 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 Если да Мы просто ну Очень-очень-очень Порадовались И хочется сказать Слышь ты Махмуд666 Не быкуй на наших пацанов Тут тебе не Америка Понял И вообще даже Я тебе скажу Не какой-то другой город Махмуд66 Мы тебя найдем Мы уничтожим В общем-то Те не шутки никакие В общем-то Ты на самом деле Махмуд Ты пахмуд Блядь Реально так А кто еще будет Уфимского Борису Бурду Обзывать широкоштанником Тому вообще Ебало в кровь разобью Поняли И в общем-то Да Вот так Ну и что что он не носит очки Он в линзы ходит Нормально чувак Чего Да Вот кто Кто будет Кто будет обзывать Пикелу широкоштанником Того я пизжу В общем-то Вот так вот Не шутите Вот так Блядь Нет-нет Он бывает Реально Выезжает и в Питер И в Москву Так что Под угрозой Все В общем-то Жители России Да-да-да Это вам не шутки Так что Так что я могу Кто-кто Кто очень желает Со мной встретиться Так Очень Очень рьяно там И поговорить За всю хуйню Я могу оставить свой телефон Но не буду я его сейчас писать в чате Вообще ломитесь Ваську В общем-то И поговорим Кто-кто будет Кто будет четких пацанов Назвать всякими Всякой хуйней Тот блядь И ответит За свой базар В общем-то Да Не похуйня Вот Ну давайте Короче Мы сейчас Чуть-чуть еще хлебнем Жигулевского Холодненького Пока вам поставлю Из-за американского Харум с Каром Называется Кстати Сегодня мы еще раз Утвердились в том Что Ягуар стоит у нас 49 рублей 56 копеек В общем вот так Да-да-да Вот Буквально полтос практически За полтос Здесь можно Купить счастье буквально Да Банку Ягуара Большого-большого Вот Какого-нибудь маленького Ягуара Большого Который бомбы на голове нарисован Давай пацаны Слушаем Харум с Каром Я думаю Всем понравится Замечательная команда Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот вы вернулись, сейчас была замечательная группа Хармскар в Америке. Да, была замечательная пауза только что. Да, да, да. И пауза там вообще анальная была. Вот, так... Потому что песня длилась там 4,47 по нашим подсчетам. Так еще и пауза до двух секунд. Антош спрашивает, бомба тоже на ягу упасела? Да нихуя, епты. Бля, я лучше пивка возьму, два с половиной баллон, короче. У меня у нас был просто социологический опрос, бля. Да и семечек. Вот, вместо того, чтобы ягу пить. У меня лучше бодрости будет больше от два с половиной баллона пива русского холокоста, чем от твоего какого-то ягуара в черной банке там. Это ты же ягуар пьешь, ты и почернел от этого, ты что думаешь? Все так просто, нормальный пацан не чернеет от ягуара, а ты почернел как цунар. Банан просто, бля. А вот тут Кель Деревенский пишет, в России по официальной статистике 60% алкогольной продукции делают из того же, из чего был сделан ягуарчик. Сейчас я тебе зачитаю одну фигню, подожди, я только схожу за бумажкой, я тебе сейчас зачитаю, и у меня диск тут подогнали один четкий. Пока вот, Вася, зачитай, что там дальше в чате написано, а я сгоняй за диском. Мы тебя отбаним просто в район туза, мы тебя просто отбаним в туз. Вот, а я сейчас, короче, в руках держу замечательный диск, использую кельта деревенская, скажу такую вот вещь. У меня сейчас в руках диск красного цвета. Это книга, по-моему, нет? Это нет, это красный DVD-диск, на котором написано «Алкогольный террор против России». Внизу Жданов ВГ. А, я видел это в гаржи же вообще видео. Еще ниже написано «РООССА». Распространяется бесплатно. Сзади на диске написано «Против вина не показывай себя храбрым, ибо многих погубило вино». Библия, книга «Серах» 31.29. Ох, еб твои. «Серах» это вообще какое-то плохое слово. «Серах». Можно назвать, ты идешь только по улице, увидел там человек тебе плечом толкнутым и говоришь «Ах ты, Серах, бля». Нет, это когда в туалете там идут, люди пошли «Серах» там делать «Серах», «Серах», бля. У кого что, а кому «Серах» в толчке после вот гнилой сметаны там или гнилого кефира. Человек два часа стоит смелым у доски, рассказывает, рассказывает так, что нельзя оторваться от экрана. Это вам не шутки. Нет, я смотрел этот фильм без звука, правда, но ну гар, на самом деле. Вот. В своем выступлении профессор Жданов подробным образом разъясняет действия алкоголя и табака на организм человека, разгрывает социальные последствия их употребления. Ох, ебать копать. Показывает, какую политику ведет Запад по отношению к России. Ой, блядь, идите нахуй. В общем, следующий эфир, наверное, будет полностью и целиком посвящен этому диску красному. Вот. Пока с этого фильма родным и знакомым уже есть усилие от устроения. Иди нахуй, а. Кошкам-собакам особо надо показать, это диск. Да-да-да, кошкам-собакам и соседке-соседке тети Альфие тоже надо показать, это по-любее. Если кто не посмотрел этого бородатого мужика, я думаю, что вот нахуй этого бородатого мужика, ну, смотри, Геннадия Малахова. Вот кого нужно смотреть. Я увидел прямой эфир Геннадия Малахова в исполнении Джей Мирзануры, там было довольно смешно, на самом деле. Ээээ, насчет того, что там надо смешать 500 граммов к чугуна, блядь, с чем-то там, для лечения какой-то болезни. Ну, все, в общем-то, на этом посмеялись. Но уже устали мы смеяться над Геннадия Малахова, потому что, ну, тяжело на свете человеку жить с такими, в общем-то, выходами из ситуации сложившихся. Я думаю, что скоро открою свою передачу Шейхатаров плюс, вместо Малахов плюс. И буду, буду там в пиджачке, там, и с крашенной головой буду ходить, такой говорить. Ну, придумать свои какие-то оголцелые рецепты, чтобы мазать ноги, короче, и чтобы у тебя не было там перхоти в районе между пальцами. Вот, вот, там Кель Деревенский пишет, а, это там, где он говорит, что шампанское в бактерии насрали, вообще-то, это не шутки, да? Да-да, там было такое. Дальше, блядь, давай тогда еще краткое содержание комитета 300 для пацанов зачитай. А что такое комитет 300, ты мне скажи? 300 спартанцев, по-моему, да? Да, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Это вообще как-то, как-то вообще сурово что-то пиздец там. Ну, это типа 300 спартанцев и 300 синей ботов, которые бродят по казанским окрестностям и пьют, и смотрят это оголцелое DVD. А? Да-да, сейчас, короче, давайте слушаем Музло, и мы пока... Мы хотели поставить группу, одну группу, которая даже уже, когда мне был всего год, а Мирзанур Шахатар вообще не было, в принципе, играл уже такую музыку, о которой можно сейчас только мечтать, в общем-то. Сейчас мы поставим. Да, это просто отцы там, панк-рока, все дела, там, ой, давай, погнали, Музло. Тип-типа Михаила Боярского. Да, что-то, что-то, каналья, блядь, давай, короче, да-да-да, каналья вся хуйня, давай, погнали, блядь, Блиц. Фок ю. 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 историю из жизни отдыхающих переугарающих и вот всего такого вот я сейчас и у нас вот ну такая одна из радостных новостей к нам к нам должен приехать саратовский паук короче паук тире пузырь он приедет к нам в гости и будет дико угорать вот планирует такая слышалось по слухам что вообще на пмж буквально сюда переехать надо да я слышу то что он хочет переехать даже на пмж вот гастарбайтер очередной в нашем городе вот такая вот и вот он пишет нам вот последние новости сейчас он едет с топом я в лесу в хвалынске нам еще ровно 500 километров это вам не шутки 500 километров с этим факелом олимпийского огня он бежит чтобы зажечь его а хвалынск это что-то вообще такое ну не знаю в лесу хвалынске что-то вообще ужасное такое партизаны по-моему живут в лесу до сих пор до сих пор с литнамской войны еще там сидят в землянках пишет антоша ну нихуя себе сейчас вот целая пара приездов я кстати к вам приеду после 23 я кстати антоша работаю на стройке сейчас таскаю батареи блять будешь помогать будешь помогать моим подмастерьем да будешь будешь помощником этого какого шакира в общем который профессионал по болгарке выше ему помогать вытаскивать куски куски батареи труп вот а потом сейчас идет демонтаж а потом будет перезаряжать его болгарку да 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 о дня на три вписки ищи о хуя вот цирроз заебал а я хиппи ну и хуй с тобой блять иди иди блять цветы сажать по спискам нужно короче взять да 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 а я хиппи 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 панк чё ты скажешь по поводу хиппи хиппи давно отмерли мне кажется на самом деле сейчас настоящий хиппи не осталось но никто не хочет ходить с длинными волосами вонючими и петь песню под гитару в акустическую да ну да после Егора Летова к тому же все последний хиппи умер весной блять его звали Егор Летов блять вот вот такое вот есть такое мнение в общем да 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 передали передали вот недавно последний хиппи умерли в шестидесятом году блять последний хиппи умерли это вместе с группой битлз наверное дали думаю от передозировки блять от передозировки говна наверное они много въебали говна и от этого умерли вот тоже тоже одна из версий а в общем то сейчас например я сегодня все-таки забрал с почты замечательный замечательный диск который мне прислал николай из города петербург вот он играет замечательным via comatose и он прислал мне диск так замечательный замечательный просто сплитс де марш это очень крутая запись круто записались круто свелись просто пиздец да просто отцы отцы ракетного панка такого мы дико с ними угорали в кронштадте да в палатке там был вообще отдельный кутеж это просто пиздец мы с лёши например с лёши например их ним главным таким шоуменом мы дико пили водку около около черной газельки пили на следующий день потом даже даже блять малыш малыш вообще нажрался там не в минус поэтому короче давайте пацаны слушаем песню мы протестуем с последнего сплита вот это одна одна из замечательных песен с этого сплита которая до года это самая премьера которой мы только что говорили да 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 и даже и даже снят замечательный клип так что давайте слушаем замечательной песню comatose мы протестуем она очень охуительно записан потому что мы все сводилось я вам скажу по секрету что это сводилось все финляндии поэтому давайте мы палатки да 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 а и финляндии бля это вам не шутки это не вала ебать на подоконнике давайте короче слушаем мы протестуем коматоз Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 короче в школе, в общем давай короче слушаем и угораем, да, давай погнали Субтитры сделал DimaTorzok 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 Еще через год Через год будет 18 Я, наверное, обязательно к тебе приеду И тебя поцелую просто Ну, в щеки твои черные Черные-черные щеки цыганские Вот Вот так, Антоша, я тебя сильно люблю Твои кудри особенно Внучка Мирзанура пишет Как вы спасаетесь от жары, товарищи, диджеи Ну, как мы спасаемся от жары Мы сейчас выпили баллон, баллон Жигулевского Всего один баллон мы больше не пили Мы абсолютно трезвые, это нам вообще не помогает Мы еще больше потеем А вообще я сижу сейчас в трусах и носках Как этот Хозяин квартиры, а я сижу просто в шортах Потому что мне неудобно раздеться Цирот заебал пишет Вы не хотите быть людьми деревьев Слушай, ты, блядь, дурында, блядь Хватит писать тебе какую-то хуйню какую-то, блядь Ты пиздец, ты по-моему вообще сожрал Сожрал перед этим, блядь Я не знаю сколько наркоты, потому что ты пиздец вообще Не, людьми деревьев, это же из этого Из Толкина, там такие были, там, ребят Да-да-да-да-да Такой, Толкин обчитался там Хиппи, Толкин, нормально Хиппи и толчкинисты это одна хуйня, по-моему, да Только-только-только вот это, ну Толчкинисты, они, это те хиппи, которые такие воинственные Они дерутся на палках, там, граблях, там Или еще лопатах, там, или еще что-то такое Сумаковых мечтах Да-да-да Не бойся ложки, бойся вилки Там один удар, четыре дырки, короче Вот такая хуйня, да Красно-хиппи Ох, ты какой, блядь Ты вообще, с тобой шутить нельзя, вообще-то Ты парень, ты опасный Кель Деревенский Сильно не уделывайся, он, может быть, сказанят парень Да-да-да, он меня найдет и убьет Представляешь, он красно-хиппи Он, наверное, он живет, наверное, где-то в марийских лесах Да? Я не удивлюсь, что он даже был на даче, там, в прямой флекс-мят Да-да-да И ушел после этого Он решил не плыть на омике и уйти в леса, короче, туда Там лесов-то дохуй вообще, по сути Такой партизаней, да Толкинисты долбятся в туза палками и думают, что их трахает ушастый эльфик О-о-о, Антоша вообще заебись, сказал, да И носки заканчиваются А-а-а Кстати, Мишаня на этой даче собирал землянику через забор Думал, что она лесная, а там оказался у него хозяин Так и подошел, ой, ты чё столько собираешь, мы землянику Ну-ка, съебал быстро, отцы Да-да-да, и Мишане не повезло Мишане, короче, сразу там, сказал, что я не ем чужую жизнь Да-да-да, а, кстати, цирроз заебал, ты случайно не работаешь егерем? М? 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 Ответь, 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 ответь-ка на вопрос Случайно егерем не работаешь? Чего учишь-то? Отвечай, бля Ты, по-моему, живешь в будке где-то в лесу и сажаешь эти елки, короче По-моему, зимой там, и зимой там бухаешь с медведем, короче, у себя в будке, короче Такой, у тебя будка бомжовая, там, ты собираешь бутыли, короче, такие Оставшиеся от оголтелых бардов, которые поют там, которые под акустику поют песню, там, лыжи из печки торчат Да, цирроз заебал, ты ответь нам пока на песню, работа эта хуёная, бля Да ты, конечно, не работай, иди бутылочки собирай от этих, от бардов От Бориса Бурды, который, да-да-да, пекел, ты прав, он в ту запорится с медведем Я живу на сквоте, а сквот на дереве, бля Ты понял, нет, бля, это тебе не шутки шутить, тебе не вала ебать, бля По токену просто, жить на сквоте на дереве Да-да-да, это по токену, токен, пацан, да И жить на сквоте на дереве, это пизда-то Короче, а я поставлю вам, ну, такую замечательную, спокойную песню У меня вот, ну, недавно, абсолютно недавно Ну, как, ну, не недавно, наверное, месяца полтора назад Познакомился с творчеством Джонни Кэша Джонни Кэша, это, как нам сказал один, ну, товарищ из Америки Это что, Джонни Кэша, это, в общем-то, американский Высоцкий И вот, ну, он очень писал замечательные песни И вот, я поставлю, да, я поставлю одну из замечательных песен Которую, без лав там, а, подожди, как она Да-да-да-да, без лав, она называется без любви Ну, замечательная очень песня Ну, песня в тюрьме, которая там сочинилась Да, нет Он не сидел в тюрьме, он был очень-очень крутым таким Одним их шансонье, да, я вообще поставлю Да, я частенько слушаю эту песню, она мне очень нравится И мелодии, и как он поет, и какой у него голос замечательный Это вам не то, что, короче, вопить микрофон И записываться на магнитофон романтика 87 Красс дебита рок-н-ролл Давай, короче, слушаем Джонни Кэша Слушаем, как он замечательно поет И давайте погнали, ребята Перестаньте писать хуйню в чат Пишите, пишите только ровно Добрые вещи Да, добрые вещи Перестаньте писать, как вы живете, пиздата, в лесу Я знаю, я тоже жил 600 лет в лесу, короче, и, блядь Давай, погнали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok нормально да 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 вот такая очень очень крутая очень крутая песня была джонни кэш я тоже дико котирую пикила мы с тобой же вообще там пиздец но чуть ли не братья так у тебя борода есть и очки а у меня нет и брони бороды не очков вот и кепку тебя прямая сихова вот сыроз заебал по-моему тот же самый махмуд 666 одинаков с одинаковыми нам да хватит надоел к на самом деле ну мы здесь ты там ты умеешь угорать мы не умеем угорать да и угорать с собой там стучи стучи соседям по батареи рассказывать свою историю они будут слышать угорать какие соседи и батареи в лесу в деревянном сквоте мы там разговаривали с птицами в конце концов с какими-то сверчками можно найти себе все применения в конце концов как тарзан я захлебнул слюной такой да ну и ты представь как ты представь как цирроз заебал захлебывается слюной когда зовет уток там или вал волков там призывает к тому чтобы ну там нагрянуть на каких-нибудь злых бардов там которые поют песни про про лыжи там или про тушёночку можно разговаривать с духом дроздова например он тебя поймет всегда он там тебя приголубит там расскажет тебе какую-нибудь историю на ночь погладить по голове а у метка вот у меня такие жуткие подозрения то что цирроз заебал это на самом деле николай дроздов который ведет в мире животных невозможно то есть добряк сидит что-то там шутит в шортах своих и в мобковом шлеме шлем немецкий не такой с надпись с сбоку такой даже очень хорошо защищает от энцефалитных вот нет нет вот нам сейчас задали вопрос все угары заключается во все ранние людей нет к сожалению нет не в этом угары пожалуйста если было бы все так просто мы только сидели тупили короче на дружкой что ты таскал батареи а ты сегодня там ебал на складе запчастей дурак да мы мы нет не заключается в этом но если нам пишут хуйню мы естественно хуйней на это на на это и отвечаем пожалуйста не пишите хуйней мы будем нормально абсолютно вам отвечать на любые вопросы вот если вы пишете там про какие-то свои там темы то пишите пишитесь меж собой пожалуйста мы мы ничего не против не имеем а то что то что вы нам пишите какие-то какой-то дикий угар там по спасла по своим каким-то блять определенным там какие-то таким ну блять хуй знает какие-то блять вообще по своей волне на по зеленой волне там и меня в рот не ебет а многие такие такую хуйню на самом деле интеллектуальные способности ведущих на радио очень ограничены и то есть если мы не понимаем шутки само собой мы ну объясните хотя бы подробно в чем вообще шутка юмор и мы в общем-то поддержим и сами посмеемся с вами а если вот так вот говорит голословно там что вы там вы долбоеба нихуя не понимаете вы там моих шуток не понимать я буду протестовать против вашего фирму к это ваша позиция как бы пожалуйста ну лишний раз тоже не стоит засорять эфир не нравится выключайте просто монетафон идите спать или там пишите в интернете что сегодня на радио из 3.18 был как полное говно да или или пишите пизда то что там то там то там то там то хуёво жить а вот там то нет вот это заебись блять а вот это плохо блять а вот это хорошо блять не знаю но блять если вам что-то не нравится блять вы блять не гоните хуни не гоните нас тоже в депр там какой-то вообще а вот внучка мир за нора моя внучка пишет вы пьете воду из-под крана нет мы пьем блять воду блять и из будки который стоит на улице и в литр воды там стоит рубль пятьдесят вот он вот такую короче скажу то что вот это пью да замут такой могу на такой настойной такой воде гораздо дороже обычного чим из-под крана да да в доме хуёво на скотте заебись вот ну ты вот опять какую-то хуйню пишешь и потом говорите что мы засираем людей ну да в доме хуёво ну блять на на скотте тоже заебись ну блять оттуда то блять особенно особенно на дереве если живешь как бард симпсон симпсон смотрел уже у них тоже там скотно на дереву они некоторое время бойкотировали квартиру там и гомера короче и жили жили блять на дереве вот так скажу вот спасибо пикел за поддержку то что вот да мы что-то погнали да да пикела спасибо пикела написал замечательное сообщение нахуй мудаков слушайте напрягаетесь похуй спасибо пикела ты тоже по нашу по нашу сторону вот что я вам скажу да а короче для реальных рокеров кто угорает за рок в том числе пикел пикела один из главных рокеров кто ну вообще он такой замечательный рокер мало того мало того что он носит носит крутейшие крутейшие замечательные очки как в стиле егор летова и бориса бурды он он у него есть еще две наколки нет у тебя больше наколок я знаю недавно да 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 и хочу и хочу еще тебя пикела поздравить пока вот я ездил там был был в командировке в сторону кран штата я ты ты успел сделать пиздатую пиздатую эту паутину на лакте не натуре она пиздатая просто пиздец когда когда тебя видишь прям блять ну сука был бы оба баба я пел еще бачки тебе да 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 сманил бы да это только только очков таких не хватает егоролетовских таких или чикотовских как у чикота блять у чикотелки блять вот а у тебя 4 наколки у пикила 4 наколки Притом, где горящий город, на левой руке Она самая такая охуительная, бля Я думаю, что, когда ты к нам приедешь Я тебя, естественно, жду, дорогуша Вот Он тебя понесет Да, я с твоей рукой Вот твою руку возьму так И сфоткаюсь прямо к лицу ближе, приделаю С твоим горящим городом на руке Лучше не засыпать, в общем-то Бесконтрольно, потому что он руку унесет Куда-нибудь будет с ней фотографироваться У меня бензопилаты есть И специально пикило для тебя Как-то ты самый матерый рокер Наша программа не закончится Тату-рок, кстати, не 4, а 5 Самый матерый татарский рокер Ты же тоже татарин, как и я В общем-то, я специально для тебя ставлю Песню рокер Замечительные команды Замечительные команды мистер Твистер Рокер, давай, мочи Это песня про тебя, пикило Роберто, я тебя люблю Давай, слушай рок Рокер Я страшный рокер Я страшный рокер А меня боятся мамы Ненавидят отцы У маленьких детей я отнимаю Рокер, я больницей Ведь я рокер Я страшный рокер А-а-а-а Душа моя черна Я погряз в пороге ВОЛНИТ! 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 Я по рождению западной радиомолны Я ровно подрываю экономику страны Ведь я же рокер! Я страшный рокер! Ха-ха-ха! Душа моя черна Я подряд в пороге А не я рокер! Я рокер! Я страшный рокер! Я рокер! Я рокер! Я рокер! А душа моя черна Я подряд в пороге Я рокер! Мирдонер Я тоже рокер! Мирдонер И брат рокер! Мирдонер Я рокер! Мы тоже, душа моя червна, я погряз в пороге. Похож, кстати, на вокалиста группы Европы. Дальше говорят, что Цирроз заебал, продолжает писать свои дикие телеги. И спрашивает, а вы едите мясо? Нет, мы не едим мясо, мы жрём говно. Мы едим говноеды, мы едим говно, и поэтому наезжаем на людей в чате. Дальше читаю, короче, всякие дикие смс ваши. Цирроз заебал пишет. Я, кстати, тоже наполовину... ХДДДД. ХДДДД это означает... Хардлайнер, дебил... Душечка. Хардлайнер, дебил, душечка. ХДДД означает. В общем, так вот. Мать из Казани. Ну да, в общем, у меня тоже мама из Казани. Дальше читаем. Вот. Антоша говорит, что... Пекила, приезжай к нам, мы тебя накормим беляшами. Ты, сука, я к тебе сколько раз приезжал, ты меня, сука, ни разу... Хоть бы раз, сука, беляшами накормил, сука. Беляшами с капустой. Да, да, да. Или с капустой. Дальше Антоша пишет ещё более угарную мясогу, на которой мы его угорели. Цирроз, не ищи путей для отмаза, ты уже накосечил, а раствор не поможет. Натуре в натуре. Вот так вот. Вот. Дальше, короче, читаю ещё. Добрый вечер, Татар Прайд. Кель Деревенский пишет, ну привет, привет. Рам пишет, я много пропустил, ты пропустил. Блядь, большую часть угара ты пропустил. Рам Зес, блядь, ну как ты мог? Вот. А он в Челны ездил что-то за мной? Он тоже, да, он ж был там. Он до сих пор. Хочу на Татар Базар. Приезжайте, такой Татар Базар тут устроит. Пекила, блядь. В общем, ты будешь тут самым... На Базар ответишь просто. Да, да, да. Ты будешь самым крутым прямокепошником в этом городе, например. Вот так вот мы там переугарим не похуйне. Вот. Дальше ещё какую-нибудь хочу поставить замечательную песню. Так как вопросов никто мне не задаёт, никто меня ничего не спрашивает, не спрашивает как дела. Ничего, никто, никак. Вообще, блядь, ноль эмоций. В общем, радует то, что кто-то пишет там поддерживающие какие-то слова, там, угорает и не теряет бодрость духа. Вот. Хотелось бы поставить какую-нибудь такую песню просто, ну, душевную просто. Сейчас я думаю поставлю всё-таки. Ну, здесь замечательная группа, которая называется «Финал Конфликта» и вот с альбома 2006-го года. 2006-го. 2006-го. В общем, у них есть замечательная металл песня. Так. Так-так-так. Дальше. Ох, там они хуя себе, там ещё что-то. Эй, блядь, ты жрёшь эксклюзивные какашки от Джи Джи Алина, Антоша. Джи Джи Алина уже на eBay продаются, они дорога стоят слишком, блядь. Да-да-да. Какашки Джи Джи Алина продаются на eBay и по интернет-аукциону я примерно видел, что где-то пол какашки Джи Алина стоит полтора миллиона бачей. Да-да-да. Только этот может себе позволить себе этот. Дэвид Бэкхэм, блядь, с своими заработками. Да-да-да. А-а-а. Через 10 минут даряй у меня по-ежескому. Ёбана. В общем-то, да. А-а. Рэм пишет. В общем-то, дико привет от челнинских пацанов передал. А-а. Я хочу передать тоже в челны дикий привет всем-то, всем костяну ржавому, Женьку, Юлику. А-а-а. Юлику поцелуй там в щеку этого польского террориста. Вот. И всем-всем-всем-всем, кто есть в челнах, кидает зиги. В общем, передай привет. И особенно передай привет вокалисту группы спецшколу. Да. Которому выбили 5 зубов там несколько недель назад. У нее сейчас меньше выбито зубов, ему вставили. В общем, финал конфликт. Теперь он может грызть даже зеленые яблоки просто. И говно джиджалино, засохшее из интернет-аукциона. Вот. Каменелые, бля. Да, 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 да. Говно мамонта, бля. Да. Следующая песня, в общем, а финал, Final Conflict, блядь, заебятая команда такая, которая играет Metal Punk. В общем, давайте слушаем, 2006 года альбом. Песня забойная, под нее даже можно танцевать в лесу и наверху в лесу. Осторожно не выпадите из гнезда просто. Да, да, да. И даже можно ночевать с медведями у егеря в будке тоже. В общем, в общем, давай, погнали. 2 2 4 1 1 2 3 4 6 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая вот вещь Оказывается, цирроз заебал Это все нормально Мы дико падаем тебе в ноги Извини, да, да Мы нормальные парни Больше не будем тебе писать Пиши дальше про лес и про будки, которые на деревьях стоят И про егерей с медведями Все мы разобрались Все решили, да, да, да И все это на самом деле угары по примитиву Давайте не будем больше никого терроризировать Вот Антоша пишет Я не знаю, если хочешь сходи в кунсткамеру Попроси письку распуститься Тоже красером был еще тем И хиппи, тем более Антоша, бля Перестань так Я чуть-чуть со стола не ебанулся, бля Ууу, бля Да, да, я не могу, бля Он просто кашляет И пытается скрыть свой Недостаток своего здоровья Распути у нас довольно спорный персонаж Ну да, да, крастер он тот еще был дичайший И там ледобур ему добили На самом деле у него было где-то, ну, 458 дредов В районе Лобка В общем, отрастил он их буквально за всю свою жизнедеятельность Все нормально Внучка Мерзанура пишет Какие танцы вы танцуете? Мы танцуем исключительно мош И в присядку еще Мош и в присядку И татарские Под эпипю Эпипе Басказым эпипе Да, да, да Вот так вот мы и танцуем В общем-то Моя... Двухсекундный мош устроили Да, да, да Двухсекундный мош Сломали три ножки у табуреток Ровно три В общем, и все четко Так что, ребята У нас каждую неделю буквально такой расход табуретки Дрен, Дрен, ты вовремя пришел О, Дрен, привет Да, да, привет Буржуй, привет, буржуй Привет, буржуй Ты че, сука, из буржуйской семьи, что ли? Ты че, блядь, падла из буржуйской семьи, блядь Раскулачить тебя столько, наверное Тебя раскулачить надо, в общем-то, блядь Мы доберемся мы до тебя, блядь Да, 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 блядь Мы доберемся до тебя Мы ж тебя, сука, найдем, блядь И даже... Припадим тебе те два одеяла, которые на тебя лежали И раскладышку Устроим тебе голландскую духовку просто-напросто Вот, что-то тут вообще какое-то... Вот, ну что еще могу рассказать Я вам еще могу поставить какую-нибудь замечательную песню У нас уже эфир подходит к концу Вечер близится к концу Но... Поебнуть по венцу Но, внимание, внимание Дрын, дрын Иди ты, иди нахуа на 20 мегабайт весить Ты что, с ума сошел? Сразу отвалится все, короче Да, да, да Буржуй опять свои коры буржуйские 20 мегабайт пересылает, блядь Да, 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 да Вот, блядь Ужми ее, ужми, в миди файле перешли за 200 килобайт Ребята, сейчас будет такая тоже замечательная Вот, ну, все, кто фанатеет от группы, вот, от Казани Я думаю, что, ну, мы не одни такие Я вам поставлю сейчас замечательную песню Индастриал такую Ну, да, да, типа Индастриал, что-то Да, такого Вот такая замечательная песня Она, это древняя-древняя казанская группа Которая играет с 86-го года Я думаю, что каждый любит Ну, да, по-любому Цирос заебал пишет Нет войне Конечно, нет войне Это что уж Мы, естественно, понимаем Замечительные шутки Сейчас, сначала Мы немного продлим наш эфир Минут на 10, наверное Потому что еще пару песен нам присылают Конечно, мы примем эту замечательную песню Вот Да, вот Я сейчас поставлю замечательную казанскую группу Которая играет с 86-го года Они играют Это просто казанский олдскул Я думаю, что каждый закатирует это Даже вот, ну У нас есть дискография объемом Один гигабайт с видео, с видеофайлами Да, да, да И даже, заметьте Я был на двух концертах этой замечательной группы Вот Я посетил два концерта И просто, ну Те, кто посетит этот концерт Я думаю, он не пожалеет ни денег, ничего На такое замечательное шоу Там просто очень красивое шоу Это просто не шутки И, в общем-то Давайте, ребятки Я думаю, сейчас поставлю эту песню Потому что у них основная часть песен Она, ну, идет где-то Ну, очень-очень долго И вот я сейчас Ищу сейчас более еще короткую песню Потому что минуты идет Это 4.18 Это 4.18, да Это, ну, чуть-чуть долго идет А еще постараюсь попробовать найти Более поменьше Которая идет меньше Вот И поставить ее для вас специально Вот За всю свою дискографию Они выпустили, блин Там 2000 альбомов Там чуть каждый год по альбому Даже в некоторые годы по два И вот И абсолютно где-то мы Видели Ох Это как, сколько идет 6 минут Вырежем кусочки Да Кринька просто хорошую песню Да, да, да Это замечательная Замечательная группа Ладно, мы поставим песню Эта группа называется 7B Она из города Казань Не путайте ее С какой-то московской шелухой Говнороком Вот И очень-очень люблю Очень люблю эту замечательную группу И даже вот Все-таки это Ну Короче, давайте слушайте Я думаю Каждый закатирует Кому хотите Я могу даже прислать Диск того Этой группы Если вы это хотите Наложенным Неналоженным платежом Вот, да Наложенным платежом Наложен вам, короче Наложен Наложен в платеж, да В общем-то Так Сейчас будет Несколько казанских песен Несколько казанских групп Да, 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 да Да, Антосер Это 7B Давай, мощим Слушаем Слушаем Замечательную Замечательную группу 7B из Казани Короче Кстати, у них выходит Альбом осенью И будет осенью Также концерт Давай, короче Погнали Я думаю Все закатируют И врубятся В этот Это наше 7B Не та подъебка Которая есть там В Москве В Воронеже На этом, блядь Как назывался Радио Саной, блядь С Андреем Козой Да, да, да Слушайте 7B И песня Песня лоботомии Называется Все врубятся В барбитуратный угар Слушаем Субтитры сделал DimaTorzok С Андреем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзco Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок дико котирую эту группу, не знаю кто как да-да-да, Пикил спрашивает есть много ли у этой группы альбомов да, у них представляешь около 13 альбомов и все музло такой вот, ну, садомичный где-то вот... Клип еще там есть по флэшу нарисованный адский брат Гитлера там прям фашизм вообще да-да-да, кстати, я могу еще поставить специально для Пикил еще одну песню, чтобы он заслушал закотировал эту группу, вот во время этой, кстати, песни, когда был у них на концерте он брал, брал прожектор и светил в лицо, вот вот, ну, всем там всем слушателям он там светил в лицо там, делал так. Просто Мистер Кредо по-моему, пиздит музыку этой группы там и свои темы перебивает. Мистер Кредо вообще тухлый вафел, между прочим вот, он кроме что-то вообще какой-то блядь, долина чудная долина цунар, сука вот, он кроме такого больше ничего не может придумать блядь, вот, а я сейчас Пикил специально для тебя поставлю еще замечательную песню, чтобы ты закотировал даже у меня есть клип, вот сейчас включим клип прямо в радиоэфире да, если хотите клип, включим а поставим лучше песню, вообще это версии у них там есть целый альбом называется Танцуют все и вот, короче, когда у них шло представление этого альбома оно проходило, короче как бы, у них каждый, каждый альбом он проходил под каким-то выступлением, в общем у них проходили выступления и все вот это там такое, ну, очень красивое такое, как бы ну, такое шоу устраивают они, там, натягивают колючую провоку там, было там, ну, два раза на концерте тоже очень красиво было, просто у них там, еще последний альбом когда выходил который называется Love, там, хуй он так вот называется Love, хуй, короче вот, в 2004 году вышел этот альбом у них вот, я был на их выступлении там, блядь, так все пизда-то было просто, ну там просто хуй был и Love, и все такое да, и там ну, показывали, типа, едет поезд там, или еще что-то красивое в общем, в выступлении где-то у них часа два и они сначала играют новые песни, потом старые там такие, ну, просто хиты там, типа, безумные, все ли не остановить и все такое вот а сами они, короче, отлежали в дурке, там косили от армии два брата-близнеца и вот, я говорю, мы в мае в мае абсолютно случайно одного из этих, ну, музыкантов этой группы встретили как-то около магазина и, ну, спросили у него, когда будет новый альбом когда там, ну, вы, ну, будете выступать потому что, да, он ответил, он сказал, ох, нихуя себе вы даже, говорит, знаете такую группу, блядь ну, вот, ну, давай, короче, мочим мочим песня называется такая, она такая, такая по антифативе, в общем-то давайте слушаем ее такая, я думаю, многие ее закатируют песня там, ну, такой угарной пародии такой на гнилой Рамштайн, в общем-то давай, погнали песня называется Полицай, давай и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Партика тебе осталось! 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 Иду на посадку, конец в пути Я знаю, что это последняя ночь Я знаю, раз отдых не выдержит больше Я чувствую, разуму ходит прочь Я не знаю, зачем это было нужно Я не знаю, зачем это тянулось так долго Я здесь, никому не нужен Мое место сумасшедшего, да, да, мое Моя жизнь не входит в план На мою любовь поставим крест Но не в постоянных, кто-то ходит ногами Мне кто-то приказал петь Петь, отзыва, читать книги Каждый день ходит на портал Каждый день смотреть телевизор Это дороге к сумасшедшему дому 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 Вся наша жизнь ничего не стоит Если хочется спать, не просыпать Я не знаю, что цвет собственной клави Если чувствуешь плеть По собственной морде, если могу побить За то, что бескранный лес не лечит Амин одином, если врач мой считает, что это нормально, мое Вместо сумасшедшему дому 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 ударный, любой барабанщик позовет этому дикому кардану, там, по-моему, просто велосипедные педали крутят и кардан хуярит. Песня была вообще записана в 92-м году, блядь, вообще давным-давно, это почти, блядь, сколько лет назад-то, блядь, 16 лет назад, блядь, ну, пиздец, по-моему, она до сих пор будет актуальна, блядь, и актуальна будет, ну, лет еще 50, наверное, с таким-то текстом, блядь, с таким-то барабаном, диким. Да, 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 в общем, сейчас, в общем, будет, да, подзавязочка, будет сейчас финальная песня, я думаю, все ее тоже дико закатируют, она идет 4 минуты, вот. Ну, я думаю, что стоит остаться еще 4 минут, либо в своих наушниках, возле колонок. Да, послушайте еще 4 минуты, и мы с вами вам скажем пока-пока, послушайте эту песню, мы скажем всем пока и спасибо, в общем-то, давайте послушаем песню до конца, пожалуйста, давай, давайте погнали, в общем, слушаем песню, вырубаемся в угар и не грустим по поводу леса, в общем, мочим, давай, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 На башка, бля. Минам прямая кепка бар. Э, кулам да наколка лар, бля. Угадайте, про кого я пою, в общем-то. Минам прямая кепка, крастер, нашивка лар. Штанам анда. Минам шорта лар, да. Угадайте, про кого. Камуфля, шорта лар. Крастер, нашивка бол, да. Э, берекэщ дёрд минув, а да, это живу, я. Вот, в общем-то, пацаны, ну, в общем, всем спасибо большое, что кто нас слушал, кто угорал. Дико спасибо Уфе, дико спасибо Ижевску. Спасибо моей там внучке, да. Вот. Всем-всем спасибо, кто сейчас, да, казаничал нам. Спасибо Раму, спасибо ещё многим-многим чётким. Пикило тебе отдельное спасибо, так как ты рокер. Антоша, Антоша, ещё раз поздравляю тебя с днём рождения. В общем-то, не старей, не будь цыганом и не будь бодулаем. В общем-то, потому что возвращение бодулаем и мы не дождёмся. Скоро приеду к тебе и тебя дико отсюда и миры в Туза, например, отпарю тебя просто. Вот. Ещё спасибо, да, спасибо тем, кто, тем, кто писал, в общем-то, всякую дикую хуйню нам в чат. Даже так, как бессмысленную. Спасибо вам. Бессмысленную, да, то, что, в общем-то... Вы остались в истории, в общем-то. Да, вы по-любому остались в аналог истории, именно в аналогах. В аналогах, да. В наших и в чужих. В наших, и не только в наших, в общем-то. Спроси вы про будки на деревьях, про егери, про медведей, про цыганы, про хиппи, про хиппи, да, про толчкинистов, про бомжей, да. Про, да, про, в общем-то, которые, блядь, лыжи торчат из печки, из печки торчат. В общем, да, всем до свидания, всех любим, целуем, ждите нас через неделю в то же время, в те же секунды, с тем же набором узла оголтела, в общем-то. У нас еще масса смешных песен. Да, 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 масса смешных песен и рассказов. Все, погнали, мочим панк-рок, последняя песня, слушаем, самая последняя песня. Всех люблю, целую. С вами был Мирзанур и Веласки. Пока, пока, пока. В общем-то, передача такси Геннадий Малах. Давай последнюю песню слушаем, так как Антош очень просил ее. Вот, всех еще раз. 666 поцелуев, в общем-то. В Татарстане город весь Казань. На риме Казанки он стоит. Каждый третий там бандит, Каждый пятый в норду бит. За тебя Казань я просто рад. Ох, рад! Из Казани горки номер раз. Заходи, куда ты и до раз. Ой-ой-ой. В стенки ран тебя поставят, И гандон жевать заставят. За тебя Казань я просто рад. Ты поел, да? Из Казани горки номер два. В них живет жестокая братва. По двору они пройдутся, Сорок раз там доебутся. За тебя Казань я просто рад. Ух ты! Из Казани небольшой район. На Масавиновским зовется он. Кто там был и кто там будет, Кварталовских не забудет. За тебя Казань я просто рад. Ух, рад! Из Казани небольшой район. Чарлаков убить зовется он. Кто там был и кто там будет, Чушь по-новому не забудет. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Ларад. Из Казани небольшой вокзал. Заходи, куда ты только дал. Эй, в курить! Деньги из кармана вынут, Челюсть к носу передвинут. За тебя Казань я просто рад Есть в Казани район Аракчен Чушь по нами славится, а но Прибегаю с кирпичами, убегаю с пизделями За тебя Казань я просто рад Есть в Казани зихие дворы В них живут одни из чушбаны Раз в два года поедутся С пизделями отъебутся За тебя Казань я просто рад Есть в Казани клопище Арно Арским называется оно Пацаны там попихают ерудистов Обгоняют за тебя Казань я просто рад Да что я так рад Алло, привет! Это паук! Как з Zion духа в общем-то? Возьми трубку! Послушай, с нами, например, две полосы голой тёлки Они хотят дико бороться и адски бухать Алё, у нас целая куча бухла Возьми трубку, я тебе говорю Мы ломимся к тебе Вместе с девками накрывай стол Давай, поехали Не тормози, доставай стаканик Опа Алё, красно, Марина ещё хочет Война дохода телегу, возьми трубку Мама запрещала мне спить водку Теперь я бухаю с клёвыми глазами Я полостью горя Болится как дьявол, голову вилёт И чтобы не лезвить, всё душа моёт День моря, факт, поймись Я Марина, сдаю письм С русской лодкой навстречай Водка, дьявол, водка, рай Рашер Волка Рашер Волка Рашер Волка Рашер Волка Вот и так Давай, 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 больше буква Опа Мы лезем к тебе Только одна идея